Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный для этого дня вебинар «Правильный понедельник». Он состоится в 15.00 по московскому времени. Тему этого вебинара предлагаю выбрать вам. В нашем телеграм-канале мы запустим голосование, предложим несколько топиков на выбор. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. На вебинаре можно будет задать вопросы, поэтому если есть возможность, обязательно физически, скажем так, поприсутствуйте. Буду рад вас, друзья, всех видеть. Тем более, что в свете последних фундаментальных событий нам действительно есть, что обсудить, есть, что наметить в плане того, зачем нужно следить. И в целом будем вместе держать руку на пульсе и, может быть, через какое-то совместное обсуждение сможем выйти на точечное определение такой золотой середины, чтобы понять, как и что стоит ожидать от разных финансовых инструментов. Эта неделя вкратце за какими событиями нужно будет наблюдать. Во-первых, зато состоится выступление Паула в Конгрессе. Обязательно риторика Паула сейчас имеет принципиальнейшее значение, потому что это уже обновленные комментарии после выхода данных по Non-Farm Perls минувшую пятницу. И это, по сути, прелюдия перед выходом и публикацией статистики по инфляции в США, которую мы ожидаем в эту среду. Сейчас, когда перейдем к доллару, я еще раз обрисую перспективу американского доллара с учетом вот этого накопившегося фундаментального фона. Но я думаю, что, наверное, мои комментарии относительно того, насколько важен отчет по инфляции в США для Федрезерова, для вектора монетарной политики, эти комментарии излишни. В общем, сначала следим за выступлением Паула в Конгрессе, потом переключаем свое внимание на данные по инфляции в среду. И в пятницу в качестве вишенки на торт будет еще индекс цен производителей. Это промышленная инфляция, то есть еще один компонент, который позволит нам оценить общую ситуацию с индексом потребительских цен. Индекс доллара текущей котировки 104.55. Разбираем пятничный Non-Farm Perls. По сути, общее количество новых рабочих мест, которые были созданы в американской экономике, их число составило 206 тысяч рабочих мест. В частности, прогноз предполагал повышение показателя до 190 тысяч. То есть фактическая цифра лучше, чем ожидали эксперты. Средний показатель заработных плат снизился с 4,1 до 3,9%. И тут уже, как говорится, и есть нюансы, на которые нужно делать обязательно акцент. Снижение темпов роста средней заработной платы является предпосылкой для ослабления инфляционного давления. И в целом это повышает вероятность того, что дезинфляционный тренд, который уже начался в Штатах, он может быть продолжен. А вместе с сохранением этого тренда логичным образом должна начать меняться риторика чиновников Федрезерова, которые еще некоторое время назад транслировали идею того, что нужно больше доказать из того, что инфляция движется к целевому значению. Но согласитесь, что если мы будем получать такое большое количество компонентов, которые указывают и подчеркивают тот факт, что инфляция продолжает снижаться, им, соответственно, придется пересмотреть свою точку зрения. И Федрезеру придется все-таки созреть на решение, которое будет предполагать смягчение американской монетарной политики. Уровень безработицы в США вырос с 4 до 4,1%. Главный, наверное, вывод, который стоит сделать после публикации данных по Non-Farm Perils, возможно, даже стоит закрыть глаза на компонент по изменению числа занятых, потому что другие подкомпоненты этого отчета указывают все-таки на то, что в целом американский рынок труда утратил импульс роста. Есть какие-то даже предпосылки для его охлаждения. Если вернуться, опять же, к тому, что я говорил на прошлой неделе, у нас изначально был расчет на то, что впереди Non-Farm, потом отчет по инфляции. Если в обоих случаях мы получим подтверждение того, что Федрезеру все-таки стоит рассмотреть возможность смягчения экономической политики, ну, например, если разочаруют данные по рынку труда, инфляция снова будет демонстрировать признаки снижения, то нам придется пересмотреть в отношении к доллару и найти уже условия для того, чтобы американская валюта в целом ослабела. На данном этапе, после выхода данных по Non-Farm Perls, можно сказать, что статистика так себе по рынку труда, поэтому теперь ждем релиз по инфляции. Если будет зафиксирован третий месяц снижения инфляционного давления подряд, то тогда признаем то, что правы были те, кто ранее спрогнозировал все-таки более быстрое достижение целевого показателя по инфляционному давлению. И если мы получим по факту цифры ниже, чем два месяца назад, то тогда пересмотрим свои долгосрочные ожидания по доллару и уже будем искать уровни для таких тактических стратегических продаж с ожиданием обновления локальных минимумов. Пока что до отчета по инфляции у нас три полноценных торговых сессии. Напомню, что еще завтра выступление Павлова в Конгрессе. Кто знает, может быть, Павлова решит занять крайне жесткую риторику и снова будет транслировать идею того, что еще слишком рано что-либо менять комитетарную политику. И тогда индекс доллара снова окрепнет и выйдет к локальным максимумам. Я пока что за длинной позицией, но все может измениться, друзья, уже в эту среду. Золото 1382 доллара за тройскую унцию, хай 2392 доллара за тройскую унцию. Мы допускали то, что золото может восстановиться до 2400. В принципе, чуть-чуть не достали до этого целевого ориентира. Но если мы сейчас посмотрим на рыночные сантименты, на то, что происходит с долларом, есть все-таки высокая вероятность того, что золото попробует предпринять еще одну попытку роста и все-таки протестирует данный уровень локального сопротивления. Поэтому я останусь к прежнему прогнозу, что мы легко можем увидеть 2400 и потенциально даже повыше. Европейская валюта против доллара 1,0830. Сегодня, конечно же, обсуждаем итоги парламентских выборов. Интересные результаты, учитывая то, что партия ультраправых в этот раз заняла третье место и не получила того самого абсолютного большинства в парламенте, которое хотелось получить. Союз левых, Новый народный фронт одержал победу, партия президента Макрона на втором месте. Как можно оценивать результаты выборов? Являются ли они положительными и позитивными для евро? Нет, конечно же. Первая реакция даже евро на открытие сегодняшней торговой сессии – это локальное снижение. Правда, сейчас идет восстановление. Но это, на самом деле, не самый худший сценарий для европейской валюты, потому что если бы к власти пришли ультраправые, вот тут уже, конечно же, можно было держаться за голову и прогнозировать не самые лучшие экономические и политические перспективы. Но в данном случае можно сказать, что реализовался сценарий более-менее нейтральный, но парламент остался подвешенным. И я думаю, что в конечном счете на текущем этапе мы можем анализировать этот сценарий как фактор развития нисходящей динамики, потому что неизвестно, в каком формате, каким образом партии будут стараться найти общий язык, сформировать какое-то более-менее внятное, абсолютно, хорошо, абсолютно уже не будет, но большинство, которое будет достаточно для какого-то политического союза. Что касается макроэкономических данных, здесь, безусловно, все по-прежнему, как и раньше. Плохо, мы и не настраивались на то, что европейская статистика может начать радовать данные по промышленному производству в Германии. Снижение годового выражения на 6,7%. Ранее также делали акцент на сохранение дезинфляционного тренда, который должен позволить Европейскому центральному банку смягчить экономическую политику. И пока лично я не пересмотрел свое отношение к доллару, то есть я ставлю на развитие восходящей динамики, евро в моем портфеле остается в числе аутсайдеров. Австралии спатью доллара 0,6750. Здесь ждем новые локальные максимумы и движение пары выше 0,68. Пара уже торгуется на максимуме с января этого года. Ранее мы обсуждали то, что поддержку австралийцу, безусловно, должны оказать следствие роста инфляции, потому что этим следствием может быть еще одно повышение ключевой процентной ставки. Дополнительный компонент по заработным платам подчеркнул то, что они продолжают расти с начала этого года, даже с начала этого месяца. И это может стать причиной того, что инфляция в рамках прошлого месяца могла достичь уже 4,1% в годовом выражении. Поэтому Резервный банк Австралии, скорее всего, созреет на дополнительное повышение ключевой процентной ставки, что может стать еще большим попутным ветром для австралийца против американского доллара. Доллар иена 160.55. Данные по потребительской активности японских домохозяйств разочаровали снижение в мае на 0,3% против прогноза роста на 0,5%. То есть еще один слабый релиз, который доказывает то, что японская экономика остается в состоянии, которое ее приближает к полноценной рецессии. И как раз именно риск того, что рецессия может стать серьезной головной болью и не позволяет банку Японии сейчас не дает возможности повысить ключевую процентную ставку. Пара откатилась с локальных максимумов только за счет локальной слабости доллара. Она все равно остается сейчас в зоне валютных интервенций. И я по-прежнему, друзья, призываю вас внимательно смотреть за валютной парой, не агрессивно покупать ее. Это даже сценарий, который я не рассматриваю. Надеюсь, мне раньше удалось вас убудить в том, что пару существенно выше не пустят. И в том случае, если банк Японии, Минфин все-таки проведут валютные интервенции, мы получим то, чего хотели так давно. Резко развитие нисходящей динамики и снижение пары ниже отметки 155 иен за доллар. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии и недели. Всем пока!